На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Жлобинский Металлург встречался с Неманом. Матч завершился победой Гродненцев 5-1. Второй представитель Гомельской области Гомель провел поединок с Солигорским шахтером. Рыси провели хорошую игру и забрали два очка. Первый период завершился ничей 1-1, а во втором обошлось без голов. В третьей 20-минутке команда забросили еще по две шайбы. Основное время завершилось со счетом 3-3. Победитель определился в овертайме, решающий гол на счету Кокшарова. Напомню, что этот матч был благотворительным. Все средства, вырученные за билеты, будут направлены на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходоса, который в декабре на чемпионате Европы в Израиле получил серьезную травму. Все хоккеисты и тренеры, и также сотрудники клуба также поучаствовали в сборе средств. И позднее мы все средства суммируем и перечислим на счет Дмитрия Ходоса. Прошли матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ в гостях у ВД «Динамо» одержала минимальную победу 1-0. Сейчас железнодорожники на второй строчке турнирной таблицы. Второй представитель нашей области ВРЗ принимал на своей площадке Борисов 900. В первом тайме ни одна из команд не порадовала болельщиков забитыми мячами. После перерыва счет открыли вагон на строители. Отличился Артем Золотухин. Гости взяли тайм-аут и заменили вратаря пятым полевым. Но результат эта стратегия не принесла. На 39-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Евгений Чернейко. Буквально через минуту Золотухин оформил дубль. Поединок завершился победой хозяев 3-0. После 15 туров ВРЗ занимает четвертую строчку в турнирной таблице. На самом деле готовились к команде. Хорошая команда, которая умеет обороняться. Тяжело ее было вскрыть в первом тайме. Они выполнили, наверное, этот план. Мы свой не выполнили, наверное, забить быстрые голы. Но во втором тайме чуть-чуть прибавили, чуть-чуть взвинтили темп. И у нас хорошо, что получилось забить гол. И в итоге развить результат до 3-0. Футбольные клубы провели очередные товарищеские спарринги. Мозырская славя уступила Казанскому Рубину в первом матче на учебно-тренировочном сборе в Турции 0-5. Гумель обыграл дома Держинский Арсенал 2-1. Гумельский локомотив в условном гостевом поединке противостоял реческому спутнику. Матч проходил в крытом манеже стадиона «Луч». Завершилась встреча минимальной победой железнодорожников 1-0. Автором победного гола стал Илья Шабанов, реализовавший штрафной удар на 45-й минуте. Для подопечных Андрея Горовцова это первая победа в предсезонке. Скажем так, не результат был сегодня на первом месте. Сейчас мы работаем немножко над другими вещами. И мне важно было смотреть, как ребята воспринимают ту информацию, которую они получают на тренировке. Так как ребята работают на тренировках, как они воспринимают, как они переносят это на игру. Да, конечно, есть еще над чем работать, но результат я вижу. Интрига жива. Гомель и БНТУ «БелАЗ» провели третий в нынешнем сезоне поединок в рамках чемпионата страны. Тренерский штаб столичной команды сделал выводы из крупного поражения в Гомеле во втором круге. На домашней площадке коллектив Константина Шароварова смотрелся очень хорошо. Менчанки в первом тайме сумели отыграть отставание в четыре мяча, а после перерыва повести. Правда, гомельчанки, явно приехавшие в гости к непримиримому сопернику с планами практически обеспечить себе чемпионство, далеко минчанок не отпускали, а в концовке не позволили вырвать победу. Как итог, ничья 20-20. Отставание БНТУ от Гомеля осталось прежним. Две победы. Матч четвертого круга между этими соперниками пройдет в Гомеле 18 марта. В Могилеве состоялся чемпионат Беларуси под дзюдо. Представители Гомельской области завоевали пять наград. Чемпионами страны стали Егор Трухан, Ульяна Мининкова и Виктория Новикова. У Янины Дубининой и Марии Глезы бронза. В командном зачете сборная Гомельской области остановилась в шаге от пьедестала на четвертой позиции. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова